Книга «Гвардия тревоги». Автор этой книги Екатерина Мурашова. Екатерина Мурашова родилась в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, в 1962 году. По профессии она психолог. Аудитория ее – дети, подростки, семьи. Еще она пишет книги, исторические, приключенческие, научно-популярные. Одна из повестей Екатерина Мурашова завоевала Российскую национальную премию в детской литературе «Заветная мечта» – это повесть «Глаз коррекции». И, конечно, сегодняшняя книга, которую я вам представляю, «Гвардия тревоги», также имеет премию «Заветная мечта». Книга вышла в издательстве «Москва», издательство «Волчок». Серия повести для подростков «Не прислоняться». Серия называется «Не прислоняться». Восьмой класс в одну из школ Санкт-Петербурга пришли трое новинки. Зубрила Тайя, Тимофей из неблагополучной семьи и очень вежливый математик Дима. Пришли они в класс и были удивлены, куда же они попали. Ребята задаются вопросом, кто перед ними. То ли роботы, то ли инопланетяне, а может быть это герои из книги Акадия Гайдара, Тимура и его команда. Ведь они ходят в группы, да еще у них прикол от значок «Ромбик» у всех. И, конечно, сталкиваются три друга. Это Тайя, Дима и Тимофей. Они уже друзья. Их объединил вопрос именно к одноклассникам. Сталкиваются с тем, что одноклассники совершают добрые дела. То они вытаскивают из-под земли девочку-бомжа и отправляют ее на лечение. И тут они вытаскивают запутавшуюся ворону, которая запуталась в проводах. А еще они спасают своего друга, изобретателя, на которого охотятся бандиты. Ну и, конечно, они помогают мальчишке и ребенку, который не имеет прописку, тоже получить операцию. То есть вылечиться. И сколько надо приложить усилия Тае, Димке и Тимофею, чтобы стать среди этих своих одноклассников своими. Так вот, о чем, как же они это все смогут сделать, и о чем эта книга повествует именно? Эта пояса, она очень интересная, захватывающая. И я бы, конечно, предложила почитать ребятам и родителям, которые в свое время читали Тимуриева команду. Увлекательная. Советую прочитать. И вы узнаете, приняли ли одноклассники эту троицу, пожалуйста, приходите к нам в библиотеку.